Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Хочу поздравить вас с Днем Отца, каждого будущего Отца, каждого Дедушку. Спасибо вам, пусть вас Бог благословит. И давайте все смотреть на оригинал нашего Небесного Отца. Иисус, будучи на земле посланником от Бога, являясь Богом во плоти, всегда говорил о своем Отце. Он всегда говорил с восхищением, с великой радостью. Он говорил, что Отец лучше всех, Он блажение меня, больше меня и так далее. Знаете, Иисус всегда восхищался Отцом. А знаете, Отец никогда не забирал себе славу. Он всегда говорил, вот мой сын, вот мой сынок. Вы знаете, что у них нет никакого состязания. Потому что Бог есть любовь. Аллилуйя. И у нас есть такая привилегия у рожденных свыше и все, кто еще должны наследовать жизнь вечную. У нас есть такая привилегия прийти к нашему Отцу Небесному и быть с Ним. Не прийти домой поздороваться. Знаете, как многие приезжают дети, поздоровались и уехали. Нет. И продолжать жизнь. Продолжать жизнь в Доме Отца. Итак, тема проповеди будет называться «Люди веры». Мы видим в Писании, когда Иисус проповедовал, когда Он ходил, то часто Он встречался с людьми, которые не верили в Него. Это в основном были Его близкие. И там Он ничего не мог сделать. Они говорили, не плотников ли ты сын, не твоя ли мать Мария, не твои ли сестры между нами, кто ты такой, мы тебя знаем с детства. Ну, а на самом деле они Его не знали. Они не знали, кто Он, для чего Он рожден. И были другие моменты, другие примеры, когда люди верили в Иисуса. Они настолько верили, что Он всемогущий, на то, что Он может все. И они получали свои чудеса. Представьте, люди просто не верили и блокировали чудеса. Кажется, Иисуса невозможно было остановить. Нет, останавливали неверием, потому что Иисус отказывается верить. Дух Святой не двигается там, где нет веры. И вы знаете, что Дух Святой так сильно двигается там, где есть вера. Вера сотника настолько удивила Иисуса, что Он сказал, что во всем Израиле, послушайте, если Иисус говорит во всем Израиле, значит так и есть. Нету такой веры, не нашел я такой веры, как у этого сотника. И Он с таким восхищением сказал, что вот она вера, потому что сотник поверил в Слово Божьему. Наша вера основывается на Слове. Бог говорит и от нас зависит, будем ли мы за это цепляться, позволим ли мы этому семени прорасти в нас, упасть в наше сердце, прорасти и принести плод. Или же мы скажем, ну да, мало ли что Он говорит. Реальность, она другая. Так вот, Иисус всегда восхищался людьми веры. Всегда Он поощрял их, Он говорил, иди, вера твоя спасла тебя, иди в мире своем. То есть женщине Он сказал, страдавшей кровотечением, иди в мире своем, будь свободна от болезни своей. Он ей сказал, иди. Вы знаете, однажды Он сказал, да будет свет. И стал свет, и до сего дня свет светит. Когда Иисус что-то говорит, мы думаем, ну что такое, встань и иди. Нет, Он проложил дорогу в ее жизни, Он сказал, иди. Иди, знаете, когда Бог что-то в твою жизнь говорит, это может быть короткое слово, как Петру тоже, иди. Что здесь такого, слово из трех букв, иди. И все, и Петр сверхъестественно вошел в духовное измерение, в сверхъестественный мир и встретился там с Иисусом. И нам всем, как невесте Иисуса Христа, предстоит встретиться с Богом, в Которого мы верим. Не является просто человеком. Он сверхъестественный Бог. И у нас предстоит свадьба со сверхъестественным Богом. Вы не думайте, что Иисус это тот же самый человек. Иоанн, ученик Иисуса Христа, тоже верил, что Иисус это просто человек. Вот его трогали. Он говорит, вот что мы трогали, что ощущали наши руки, что наши глаза видели, вот пишем о нем. А когда он потом писал откровение, откровение уже, апокалипсис, тогда он говорил, я увидел, я увидел того, и я как будто мертвый пал. Просто от того, что увидел, уже, считай, умер. Видите, какая есть разница, когда мы Иисуса воспринимаем, ну что это, просто человек, просто раввин, просто хороший. Знаете, да, вот все, что он попросит у Бога, Бог даст ему. Однажды Иисус пришел к Марии и сказал, я есть воскресение и жизнь. Представляете? Я есть воскресение и жизнь. И так мы будем сегодня говорить о людях веры. Знаете, прежде чем я буду говорить и проповедовать, да, дальше продолжу. Я хочу сказать, почему нам нужно слушать то, что Иисус говорит к нам. Почему нам нужно слушать? Почему? Почему его мнение должно быть для нас самое важное? Я вам объясню, почему. Потому что с детства, может быть, в силу нашего характера, в силу каких-то наших качеств, да, на нас ставят какие-то определенные клейма, клеймо какое-то ставят, да. И с этим клеймом человек может жить всю жизнь, всю жизнь. Иногда это могут даже не родители делать, иногда это друзья поставят тебе, кличку тебе дадут, демоническую, и ты в эту кличку превращаешься. Потом кто-то в школе может тебе клеймо, клеймо тебе поставить. На самом деле у тебя другое призвание. Но у них была сила и власть над тобой поставить на тебя определенное клеймо. И все. И ты как бы меняешься в это клеймо, в это название. Потому что у слов есть сила. И поэтому нам обязательно нужно как бы спросить мнение Иисуса о нас. Потому что многие могут высказываться в наш адрес. Негативно, позитивно, неважно. Нам нужно прийти к Иисусу. Послушайте, мы знаем историю со слепым Вартимеем. Так его и называли. Слепой и нищий. Хорошее такое, знаете, пророческое клеймо в твоей жизни. Слепой и нищий сидел у дороги, прося милости. Вот все, что о нем может быть. Даже и Библия о нем так говорит. Слепой сидел у дороги. Ну почему? И просил милости. Ну значит нищий. И представьте, другого названия у него не было. Конечно, мы даже узнаем имя. Очень удивительно. Потому что вообще там написано, что в другом местописании двое слепых сидели у дороги. И когда Иисус выходил из Ерехона, да, может, второй ничего и не получил даже. Но он бы так до конца своих дней и остался бы с этим клеймом и умер бы. И вы знаете, когда люди ставят клеймо на какого-то человека, общество может поставить клеймо. Твоя родная мама может поставить. Или папа может поставить на тебя клеймо. Или братья или сестры могут поставить клеймо. Помните, как братья Иосифа продали? Такую жизнь ему заварили. Так отравили его жизнь. Хуже некуда продать в рабство. Просто представьте. Просто, я не знаю, подсадить на наркоту. Вот просто представьте. Давайте вот так вот скажем. Продали в рабство. Подсадили на наркотики. И он всю жизнь, у него жизнь была ужасная. Как будто бы, да. Но написано всегда, с Иосифом был Бог. С Иосифом был Бог. Где бы он ни был, с Иосифом был Бог. Вот почему тебе Иисус нужен. Ты думаешь, тебе Иисус не нужен? Тебе очень сильно нужен Иисус. Если ты поймешь, что только Он способен с тебя снять клеймо. Только Бог способен с Якова снять клеймо проклятия. И дать ему имя Израиль. Только Бог. Он всю ночь боролся с Богом. И знаете, тогда на утро Он сказал, ты будешь Израиль. Тебе новое имя. Ты не Яков, ты Израиль. Вот тогда вся жизнь Якова на самом деле изменилась. И только у Иисуса был правильный дизайн в Артемея. Правильный. Только Он знал эти секретные документы Бога. Эту секретную информацию новой судьбы в Артемея. Никто больше не знал. Все знали нищий, слепой. Все. Ограниченный человек. Очень грустная, поникшая личность. Такой заживо погребенный. Заживо мертвый. Как будто лежит в могиле. Все ходят, а Он сидит целый день. И вы знаете что? Как только Иисус с Ним поговорил, вся Его жизнь изменилась. А представьте теперь, если бы Он с Иисусом не поговорил. Вот так вот многие верующие, они почему-то приходят к Иисусу, получают прощение грехов. Слушайте, да, это самое важное, это самое начальное, это самое необходимое. Но потом есть дальше развитие. Написано, что Артемей пошел за Иисусом, идя по дороге. Иисус есть путь истинной жизни. Иисус и есть эта дорога. То есть Артемей последовал за Иисусом. Он стал последователем Иисуса Христа. Как в прошлый раз мы говорили о самой главной молитве, молитва покаяния. Она самая главная, но она самая начальная. Она дает тебе старт, всего лишь старт, толчок. Это первая скорость, с которой ты трогаешься. Но тебе нужно познавать теперь Бога. Тебе нужно искать Царство Божье. Вы знаете что? Когда Бог выводил израильский народ из Египта, из рабства, может ли Божий народ находиться в рабстве? Конечно, он и находился там. И они вопили. Они говорили, где наш Бог, где наш Бог, Бог отцов наших. Они начали вопить к нему. У них хоть какое-то было, какая-то маленькая вера, что Бог их услышит. И вы знаете, что действительно Бог услышал их вопль и послал Моисея вывести народ, Божий народ, израильский народ из рабства, из Египта. И не только вывести. Знаете, ну что толку? Человек спасся с корабля, и дальше он не знает, как жить. Знаете, на необитаемом острове, например. Он схватился за обломок, весь корабль утонул, все матросы утонули, капитан утонул. Ты такой с обломком на необитаемом острове, на котором нет ни фруктов, ничего нет, еды нет. И что это за жизнь? Что толку, что ты спасся? Ты на острове умрешь. Они в воде захлебнулись, ты на острове на каменном умрешь. То есть Бог не только заинтересован вывести нас из Египта, но ввести нас в землю, где течет молоко и мед, в царство свое. Каждому человеку необходимо покинуть Египет. Каждому человеку необходимо покинуть Египет. Рабское мышление, душевный подход к духовным вещам и войти в обитованную землю. Единственное, как можно покинуть Египет, то есть старое мышление, это благодаря вере. Это благодаря тому, что ты станешь человеком веры. И я вам скажу так, что людьми веры не рождаются, ими становятся. И это процесс, это целый процесс. Даже у Иисуса Христа, Сына Божьего, у Него был процесс в пустыне. Представьте, у Него, Он был в человеческом теле, и у Него был этот процесс, где Ему надо было выйти, отсоединиться от физического мира и войти полностью в обитованную землю. Знаете, что Иисус вошел в обитованную землю? Он в пустыне был 40 дней. Израильский народ был 40 лет. А они должны были. Почему была пустыня в израильском народе? Бог мог просто взять их и телепортировать в обитованную землю, и перед этим за недельку почистить хорошо эту хананскую землю, всех этих исполинов стереть с лица земли. Знаете, все-все мог бы сделать за них. Нет. Он так не пошел. Это был целый процесс. Он ожидал в их жизни увидеть веру, что они в Него верят, что они Ему доверяют, что они Его любят. А я вам скажу так, что Бог, Он разочаровался. Он их вывел, но Он видел, что эти люди Его не любят. Они не верят в Него. Не верят в Него. И то, что мы сейчас будем читать, это будет дикий ужас. И мы будем читать Слово Божье. Мы не будем читать бабушкины сказки на ночь. Мы будем читать Слово Божье, но от этого придет такой ужас. Вы увидите, какая разница между людьми веры и людьми неверия. Как живут люди веры и как погибают люди неверия. Послушайте, я вот прежде, чем даже пойду в тему так глубоко, я хочу сказать, лучше верить Богу. Послушайте, лучше даже вот так вот сказать, знаете, натягивать свою веру. Помоги моему неверию. Помните, Иисус сказал, если сколько можешь верить, все возможное верующим. Иисус говорит, верю. И тут же говорит, помните, этот человек, помоги моему неверию. Это в Новом Завете Иисус встретил человека. Говорит, если хоть сколько-нибудь можешь верить, все возможное верующему. И он говорит такой, верю. И тут же засынают, да нет, Господи, помоги моему неверию. Понимаете, лучше бороться, лучше все-таки, знаете, переползать на сторону веры, даже если у тебя сложно получается. Я вам скажу так, лучше преклонять колени перед Господом, чем перед врагом. Люди не веря, переклоняют колени перед дьяволом. Люди веря, переклоняют колени перед Богом, а в этом нет ничего стыдного. Иисус вообще не просто колени перед человечеством преклонил, он раздет и висел на кресте. Он сказал, если надо, я унижусь, если это поможет спасению человека. Для него вообще была не проблема унизиться. Для Иисуса Христа это личность, которую вообще-то сложно понять, если ты начинаешь размышлять, как он, имея все, мог унизиться. Ведь многие люди, если бы они всего лишь унизились в жизни, какой-то конфликт был бы решен, какой-то ситуации бы плохой не было. Это то, что есть гордость. Знаете, человек говорит, я прав, он не может просто унизиться, просто человеку надо иногда просто остаться, как играть, никто не может. вот Иисус, он позволил себе это, пытаясь понять душевно, послушайте, духовную информацию, это все равно, что откручивать гайку отверткой. Кто не понимает, в чем разница, что отверткой откручивают шурупы, но не гайки. Для гайки нужен ключ. Понимаете? И вот гайка, вам нужно, допустим, открутить гайку. Вы знаете, что вам нужно эту гайку открутить? Но вы берете для этого неправильный инструмент, вы берете отвертку, с одной стороны пытаетесь, вы пытаетесь давить на этот, знаете, край, на этот уголок гайки отверткой, и у вас ничего не получает, у вас соскальзывается. Вы обходите с разных сторон, с разных сторон, пытаясь что-то сделать своей отверткой. Слушай, поменяй инструмент, возьми просто ключ, который подходит, да, просто берешь ключ на 12, раз, эту гайку поворачиваешь, и так все легко, знаете, когда все правильно, тогда все легко. Так вот, пытаясь понять душевно, логикой, разумом, душой, духовную информацию, это получается вообще дисгармония. Я вам скажу так, ничего не получается. Ничего не получается. Это все равно, что пример с Никодимом. Помните, Иисус ему говорит, тебе нужно, должно родиться свыше, но то, что говорил Иисус, это были абсолютно духовные вещи. Там не было о физическом ничем сказано. Там же было сказано, что свыше, значит, на небесах. Почему он начал это применять, свою отвертку? Кто его с отверткой вообще просил туда лезть? А потому что он привык душой все понимать, понимаете? Иисус ему говорит о духе, а он говорит о душе. Иисус ему говорит о духовных, о небесных вещах, он о земных вещах. Иисус говорит, что можно родиться от Бога, у которого нету пола. Знаете, что у небесного отца нету мужеского пола, он не мужеского пола. Вот мы говорим он, а не она на отца небесного. Он не мужик. Он Бог, потому что в Боге есть и мужчина, и женщина. если это для вас странно, то вы можете поизучать Библию, что человека Бог создал по своему образу и подобию, и потом написано, что женщину создал тоже, не по подобию Адама, а по своему образу и подобию. И написано, создал Бог человека, мужчину и женщину. Но женщина вообще не похожа на мужчину, только руки, ноги, а остальное вообще все другое. И центр тяжести другой, они бегают по-другому. Ну, вы знаете, когда женщины бегают, бегают, ручкой важат, вот так. Зачем, я думаю? Так Бог, так сотворил их. И они уникальные. Поэтому и Бог уникальный. Вы думаете, Бог мужик, Бог не мужик, Бог Бог. И когда Бог, Иисус говорит, ты можешь родиться, тебе нужно родиться от Бога, Он раз свою маму вспоминает. Потому что Он не может такую комбинацию в мозге набрать свою, от кого еще можно рождаться. Понимаете? Только мамы же, только женщины же рождают. Мы читаем в Библии, Бог говорит, я ныне родил тебя. И мы никогда даже не представляли Бога в виде женщины. Но Бог рождает. Потому что это сверхъестественно. И это духовные вещи. И чтобы тебе понимать духовные вещи, Дух должен активирован быть. Дух должен быть рожден. И ты должен перейти на сторону Духа. Ты должен уметь переключаться. Представь, если ты всю жизнь будешь ездить на машине на первой скорости, ты не переключаешься. Ты знаешь, мы все нормальные, да, вот если водитель, мы все понимаем первая скорость чтобы тронуться. Так же и здесь. Для чего нам нужна душа? Для общения с людьми. Для чего нам Дух должен? Для общения с Богом. Мы в Духе не общаемся с людьми. Мы можем почувствовать их Дух. Примерно духовный человек это или не духовный сразу как можем почувствовать. Но Дух человек, да, он использует для общения с Богом, с духовным миром. Поэтому человеку нужно родиться свыше. Тогда он, когда приходит в молитву, написано, Иисус сказал, что когда закроешься в своей комнате, помолись Отцу своему, да, то есть это духовные вещи. Мы знаем, что не надо молиться душевно. Душа тоже может прославлять Господа, она тоже должна обновляться, но написано, кого Отец ищет. Иисус сказал, секрет этот открыл, что Отец ищет поклонников, которые поклоняются как? В духе. Не в душе, в духе истине. Потому что Бог есть дух. Бог не душа. Бог есть дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе. В духе. Это совершенно по-другому. И вот здесь появляются всякие различные проблемы, такие как никодибы. И что нам нужно в нашей христианской жизни, после того, как мы уверовали в Бога, после того, как мы произнесли самую важную молитву, и наша жизнь изменилась, мы родились свыше. Так если мы родились свыше духовно, теперь наш дух должен возрастать. И теперь нам нужно выйти из Египта и войти в обитованную землю. Просто представьте, выйти из Египта и войти в обитованную землю, то есть в дух, вот это расстояние, вот это расстояние, да, 30 сантиметров, допустим, или ладно, скажем, 40 сантиметров. Просто представьте, люди за всю жизнь не могут преодолеть. Они так и крутятся в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне, не могут войти в обитованную землю, не могут войти в Царство Божье. Все, их мысли только об одежде, о еде, о всякой ерунде, о еде и о всякой ерунде. Понимаете, все только о физическом мире. Их магнетизмом тянет к миру, к земле. Ничего духовного из их уст не исходит. Почему? Ну, они не общаются с Богом, они не встречаются с Ним, они в пустыне ропщут. Знаете, когда человек читает Библию и ничего не понимает, он говорит, да я не буду ее читать, я ничего не понимаю. Слушай, ты сейчас в пустыне находишься, ты исходишь из своего разума, тебе нужно попасть в духовный мир, в духовное измерение. Ведь Петр же, он вышел из лодки, он же встретился так, как никто из людей не может просто встречаться с Богом. Но он встретился, и физически это даже было видно, он встретился с Иисусом на воде. Он же встретился, а Иисус был совершенно преображен. Он был духовно, он стоял на воде и не тонул. Что такое происходило? То есть, Бог нас зовет, он находится в духовном измерении, он нас зовет, сможем ли мы выйти из нашей лодки, из наших ограничений, из нашего разума, из наших, знаете, подсчетов, анализов, а может быть это или не может быть, вам нужно просто выйти из этого. Слишком рациональные люди никогда не войдут в духовный мир, для них это все будет глупость. И как в Библии написано, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумие. Это послание апостола Павла. Так и написано. Душевный человек, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Когда он видит какое-то чудо, он говорит, это глупость, это бред, этого не может быть. О, так Бог не делает. Ты сам себя выдаешь, ты пишешь у себя, что ты душевный человек. Ты не принимаешь того, что от Духа Божья. Не принимаешь. Потому что это Дух Божий, потому что это творится так, как ты не привык видеть. Ты видишь то, что не может объяснить твой разум. Ты говоришь, не, я в это не верю, это не Бог. Вера человека зависит от начальника веры. Вера человека зависит от начальника веры. Послушайте, вот приходят рабочие на работу, там есть начальник. На работе есть начальник. Может ли что-то делать рабочий, если ему начальник не сказал что-то делать? Вот что, он пришел, он ничего не будет делать. Но как только он поговорил с начальником, он получил ЦУ, он получил план на день, он идет и исполняет это. Понимаете, так же и вера устроена. Написано в евреях, что мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Мы должны с ним общаться. Он нам дает задание. И без него мы что, мы как работники, мы ничего не знаем, что делать. Ходим, болтаемся просто так. Но поговори с начальником, поговори. У тебя появится вера, у тебя появится задание. Потому что он всегда дает своим детям задание. Всегда. И когда люди исполняют Божье задание, за это они получают награду. Они получают благословение. Их вера возрастает и утверждается. Представьте, если у тебя слабая вера. Тебя можно нагнать такой информацией, что ты перестанешь верить в Бога. Сколько я знаю людей, которые верили в Бога и перестали верить в Бога. Почему? Вопрос. Верил, верил, верил в Бога, перестал, оставил веру в Бога, оставил церковь. Вернулся обратно, как пес возвращается к своей блевотине. Иисус это говорил. Человек неверия основывается на видимом мире, а человек веры на невидимом. Он основывается на Боге. Человеком веры не рождаются. Человеком веры становятся то, что у человека в сердце обязательно выйдет через уста. То, что ты говоришь на кухне своей, то, что ты говоришь в своей спальне. Это все произойдет в твоей жизни. Послушай, я тебе точно говорю, Бог все слышит. Слова имеют силу. То, что ты говоришь, это говорит о том, то, во что ты веришь. Не дай Бог, чтобы ты после этой проповеди остался человеком неверия. Ты выбираешь смерть тогда. Ты сам добровольно выбираешь смерть. быть без Бога. Послушай, Дух Святой не будет двигаться там, где нет веры в Бога. Там не будет Духа Святого. Там, где нет Духа Святого, там религия. У тебя не будет будущего. Ты будешь страдать. Ты будешь жить в пустыне. Ты умрешь в пустыне. Да, может быть, ты вышел из Египта, а Египет так и не вышел из тебя. Ты так и не полюбил Бога. Ты так ничего для Бога и не сделал. Вся твоя жизнь христианская заключалась только в тебе. Чтобы тебе стало хорошо, чтобы ты стал кем-то, чтобы Бог благословил твою жизнь, благословил, 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 еще раз благословил твою жизнь, чтобы ты стал одаренным, умным и помазанным и таким хорошим, таким классным и таким четким. Слушай, что ты для Бога сделал? Почему ты на себе концентрируешься? Почему ты на себе концентрируешься? Почему бы тебе не сконцентрироваться на Боге и не узнать него твою судьбу послушай ты не умнее бога не думай что ты о себе лучше позаботишься бог а тебе лучше позаботиться поэтому давайте возьмем это слово со всякую веру и прочитаем еще дома чтобы дух святой работал с нами чтобы никогда нам не говорить негатив даже если ты один остался продолжай верить в бога продолжай верить в бога и продолжай видеть великое будущее потому что с иисусом не может быть жалко нищее будущее с иисусом может быть только великое будущее прекрасное счастливое с нашим небесным отцом только самое могущественное самое потрясающее самая счастливая жизнь. Будьте благосовенны. Аминь.